Мы переходим к следующей теме, к следующему нашему гостю. У нас в студии находится Анатолий Рыжков, общественный деятель города Лисичанска. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну и хотелось бы с вами обсудить тему наболевшую, которую, в принципе, обсуждали уже не один раз. Хотелось бы поговорить о долгах лисичанских коммунальных предприятий перед ЛЭО и отключением очередным, очередными, не единым, от электроэнергии. Сейчас какая ситуация, что знаете, о чем говорят, как долго будут отключения, приходят ли к какому-то компромиссу, что сейчас происходит в этом направлении? Ну, начну, наверное, с того, что проблема, которая сейчас присутствует в городе Лисичанске, она возникла, опять-таки, не вчера и даже не позавчера. Об этом очередном отключении разговор был задолго до фактических действий. Это еще при первичном отключении было, когда руководитель ЛЭО областного выставил условия включения города Лисичанска водоканала к электричеству. Это погашение текущей задолженности, это осуществление текущих платежей в полном объеме и это переговоры и четкая договоренность о погашении долгов ранних периодов в 130 миллионов. Что у нас получилось? Лесичанск выделил миллион, область выделила 2 миллиона и на этом процедура договоренностей закончилась. Лесичанский водоканал текущей платежей не может перекрыть потребление электроэнергии. И самое главное и интересное, как по мне, почему никто из руководства города так и не сел за стол переговоров. Город Лесичанск по предприятиям начало отключаться с 11 числа. Сегодня у нас 14, прошло 3 дня. Сегодня разговаривал с руководителем ЛЭО, он мне сказал, что так никто и не звонил. То есть ситуация, которая происходит в городе Лесичанске, всех устраивает. Максимальное достижение это быстренько определились с графиком подвоза воды. Самое простое, элементарное, поставили там печать, подпись, машину запустили в город, все, проблема решается. О том, что район Матросской опять остается самый крайний в этих проблемах, никого не волнует. Руководство города не выезжает, руководство города не ведет переговоры с руководством ЛЭО. И Лесичане остается заложником двух желаний и нежеланий одновременно. ЛЭО хочет, как нормальное предприятие, как хозяйствующий субъект, работать и зарабатывать. А руководство города Лесичанска, получается, устраняется от решения проблем в свою угоду. Они получили откупную в 2 миллиона от области и на этом вопрос закрылся. Ну, не знаю, вопрос не закрылся, потому что негодование людей достаточно большое. И тому был пример на днях, когда люди выходили к областной администрации. Я думаю, что если Лесичане выйдут к областной администрации, то это будет намного уже серьезней и более объемно. Потому что РТИ, Матросская, Приволя, Новодружевка, это не 100-200 человек, это тысячи людей. И когда они придут с прямым вопросом, что нам делать, я думаю, что тот, кто будет отвечать, будет иметь, не очень говоря, хороший вид. Ну, а к слову, делать-то что? Что нужно делать сейчас? Какие выходы из ситуации? Самое главное, на мой взгляд, действие, самое главное, это все-таки открыто вести диалог с Лео и искать пути решения данной проблемы. Как обязать к этому диалогу городскую власть? Потому что видим, что на диалог особо не идет. Городскую власть, я думаю, что обяжут люди. Терпеть этого уже без деятельности городских властей уже никто, наверное, не будет. И мы, как активисты, для себя сделали определенный вывод, что уговорами, решениями судов, письмами, заходами в исполком, в кабинеты депутатов и уговаривания, давайте что-то делать, ну, к сожалению, ни к чему не приводит. Каждый пытается показать свою значимость, я имею в виду, из руководства города и кричать, что мы вот здесь вопросы решаем, у нас денег нет, что вы от нас хотите? Но, с другой стороны, так никто и не проверил коммунальное предприятие Орещанск-Водоканал. Так никто не сел и не разработал нормальную программу. Почему город не может позволить себе, точнее, не город, а предприятие, водоснабжающее, в полном объеме платить за потребленную электроэнергию? Активисты выходили на насосные станции, где выявляют факт того, что работают единицы электрооборудования, а общий объем электропотребления водоканала на 3,5 миллиона гривен ежемесячно. Как это может произойти? Вопросы возникают, как это может произойти, когда не работает электрооборудование основное, которое фактически потребляет на себя мощность. И при этом мы знаем, что на очистных сооружениях работают два насоса, два двигателя. КНС не работают, основной массив очистных сооружений тоже в заброшенном состоянии, а деньги насчитываются. Здесь возникает вопрос, кто-то эту электроэнергию потребляет поза учета водоканала, возможно, это можно сделать только путем проверки этого предприятия. Соответственно, мы бьемся уже полгода, насколько мне известно, последняя комиссия ТБЧС области приняла решение о проверке коммунального предприятия через КРУ. Данное распоряжение уже существует. Но это опять-таки, это время, это определенная работа контролирующих органов. Что в это время делать гражданам? Ну, я думаю, что в любом случае не молчать и открыто об этом говорить. И требовать от властей, от своих депутатов, которые избирались от ихних округов, и, к сожалению, эти депутаты бездействуют. Потому что, ну, например, по Шахте Матросской депутат, тот же руководитель Лещанского водоканала. То есть, тот район, который наиболее страдает от отсутствия воды, его избранник является руководителем этого предприятия, который не подставляет туда воду. И туда никто не приезжает. Это какой-то нонсенс. Как, опять же, вы видите возможность добиться вот того, чтобы получилось провести эту проверку? И как скоро это может произойти? Как скоро? Я думаю, что на следующей неделе, потому что терпение не безгранично. Если затягивать, ну, в каком-то периоде времени, по прошлому опыту, люди на 9-й день вышли на улицу и начали прикрывать дороги. То есть, в этой ситуации они уже прекрасно понимают инструмент воздействия на городскую власть. Если раньше не перекрывали дорогу только одну в районе Шахты Матросской, бывшей, у себя на поселке, и это вызвало определенный резонанс, то я думаю, что, имея уже какой-то определенный опыт воздействия, этот опыт могут перенести и на другие улицы города. Эти люди могут прийти с прямым вопросом в помещение Лещанского городского совета и задать вопросы ныне присутствующему руководителю, секретарю городского совета. Потому что городской голова, зная эту проблему, спокойно собрал вещи и уехал отдыхать, в отпуск по своим личным нуждам. Проблемы города для него оказались не такие интересные и не всеобъемлющие, он посчитал, что за него эти вопросы решат. Кто решит, мы предполагаем, кто может решить, но эти люди вопросы не решают. Им это тоже не интересно, потому что, если брать во внимание проблемы Лещанского водоканала, электроавтотранса, теплосети, то эти все предприятия в конечном итоге, они эту проблему получили не сегодня и не вчера опять-таки. Электроавтотранс имеет годовалую задолженность уже. С января месяца долг по потреблению электроэнергии формировался с января 2017 года. И об этом говорилось, и об этом все знали. Они надеются продать снятую троллею на миллион, на полтора миллиона и за счет этого погасить задолженность. Но опять-таки эти деньги проедятся. Что делать в следующий месяц? Предприятие не может работать и нормально развиваться. Проблема с теплосетью. Мало того, что теплосеть имеет задолженность за электроэнергию, она еще имеет колоссальную задолженность за потребленный газ. На следующий, например, сезон мы будем иметь реальную проблему, когда не дадут лимиты на Лещанский теплосеть, и будут люди сидеть не только без воды, а еще и без тепла. А потом еще через время еще и без света. То есть фактически мы имеем полный энергетический коллапс города Лещанского только потому, что кто-то не хочет нормально контролировать, управлять городом. Не хотят управлять только потому, что руководители этих предприятий напрямую подчиняются не городскому голове, а подчиняются окружению некоторых политических сил в городе Лещанске. К сожалению, это есть и это уже явный пример того бездействия и убийства города именно этой силой. Возможно ли сменить руководителя этих коммунальных предприятий и каким образом? Руководство предприятий меняется очень просто. Субъектом подания данных кандидатур является городской голова. При своем внутреннем желании он имеет право расторгнуть контракт при выявлении фактов нарушения данного контракта, а формирование задолженности и недолжное управление предприятием является одним из оснований. Он подает свою кандидатуру и рассматривает, подписывает с ним контракт. Вариант воздействия на зампредов, то же самое возможно через городскую голову. Субъект подания является городской голова. Он данные кандидатуры выносит на городской совет и они избираются. Но в этой ситуации проблема-то именно в голове. И в прямом, и в переносном смысле. Голова Лещанского городского совета, это мэр города. И проблема в голове Лещанского, головы Лещанского городского совета. Потому что его образ мышления и способность руководить городом указывают только на то, что он не самостоятельен в принятии решений. Он кукла в чужих руках. Ни одного решения, которое он может принять, я так и не вижу до конца, чтобы он это мог сделать. На людях он говорит, да, мы этот вопрос решаем, мы ведем переговоры, но узнавая от того же Лео, никто переговоры не ведет. Никто не звонит, никто не решается, никто не переживает, никто не ведет переговоры. Ведут активисты, ведут руководители коммунальных предприятий, те, кто фактически не должен принимать участие в прямом переговорном процессе. Потому что городской голова это тот самый главный человек, который решает и управляет городом. В этой ситуации он самоустранился, надеясь на то, что опять-таки область откупится, возможно, какой-то субвенцией на покрытие долгов. Где-то может быть там урвут денег у Киева, может быть кто-то пожалуется, может опять заключат очередной договор с фирмами господина Дунаева, чтобы дали материальную помощь, как было по троллейбусному управлению. Когда дали безвозмездную материальную помощь в 350 тысяч. Теперь будем гадать, какие будут последствия от этого займа. Потому что предприятие не может возвращать деньги, оно убыточное, планово-убыточное. Это предприятие не обрабатывает ту потребность, которую потребляет ни по зарплате, ни по электроэнергии, ни по ремонту подвижного состава. Сейчас, опять же, по большому счету все упирается в городского голову. Возможно ли то, что в ближайшее время будет инициация каких-то перевыборов, возможно еще каких-то альтернативных вариантов? Для того, чтобы организовать перевыборы, нужно пройти достаточно сложную и кропотливую работу по инициированию отставки городского головы. Для этого необходимо собрать достаточно большое количество людей, а самое главное это подписи избирателей в городе Лисичанске, которые изъявят открыто волеизъявление о недоверии городскому голове. Это должно быть то количество людей, за которые за него проголосовало, это более 12 тысяч людей. То есть фактически должно выразиться на бумаге, подписью, с анкетными данными, паспортными анкетными данными 12 тысяч людей, которые открыто скажут, что недовольны работой мэра. К сожалению, за счет малой социальной активности в городе это очень тяжелая и практически нереальная работа. То есть у нас люди сейчас возмущаются на кухнях, возмущаются у себя где-то между собойчиками, но открыто об этом никто не говорит. И получаем мы проблему, когда открытое обсуждение проблемы не выходит. Власть говорит, что кто же возмущается, только активисты, так они больные люди. Больше никто не возмущается, всех все устраивает. И поэтому я всегда говорил и людям, и в городе говорю о том, что решение проблем людей это их собственное участие. Каждый человек кузнец своего счастья. И не нужно ждать ни от кого, чтобы пришел хороший дядя и оказал помощь в решении проблемы той же самой Матросской, РТИ, электроавтотранса, водоканала, теплосети, МПЗ, шахт Мельникова, Приволя, Новодружевки. Это все в руках людей. Если люди будут молчать, то в этой ситуации и мы имеем такую же самую проблему. Нужно самоорганизовываться и заставлять власть и людей, от которых зависит решение проблемы, работать на людей. По-другому у нас никак не получится, к сожалению. Мы будем следить за развитием ситуации. Будем надеяться, что так или иначе все-таки долги Лисичанска перед Лео решатся. Спасибо вам за то, что пришли сегодня к нам в студию. Я напомню нашим телезрителям и радиослушателям, что у нас в студии был Анатолий Рыжков, общественный деятель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова